Друзья, всем привет! Рад видеть вас на канале Девайс. Как часто вы пользуетесь принтером? И у кого дома есть собственный персональный принтер? Я как раз сделал новый топовый рейтинг на эту тему. 7 лучших принтеров с системой непрерывной подачи чернил для дома. SNPG это ряд емкостей, отдельных для каждого цвета чернил, из которых краска постепенно подается к печатным головкам. Очень удобный механизм для тех, кто часто и в большом количестве распечатывает документы или фотографии, изображения всякие. Во-первых, чернила для SNPG стоят дешевле, чем замена заправка типичного цветного картриджа. Второй плюс в том, что флаконы с чернилами довольно емкие и их хватает на несколько месяцев активной печати. В-третьих, когда кончается определенный цвет, дозаправлять нужно только его. Тогда как цветные картриджи в этом случае обычно приходится менять целиком. То есть теряется часть чернил в других емкостях старого картриджа. На рынке домашних принтеров с SNPG сейчас доминируют всего две компании, Canon и Epson. Поэтому рейтинг в основном состоит из их продукции. Перечисление будет по убыванию цены, но не возможностей. Напоминаю, что подробные характеристики и стоимость показанных принтеров можно уточнить по ссылкам в описании и закрепе. Если рейтинг понравится, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь своим мнением в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал Девайс, кто еще не сделал этого и включайте все уведомления через бубенчик, чтобы первыми узнавать о загрузке новых видео. Приятного просмотра! Один из лучших принтеров с системой непрерывной подачи чернил это Epson L810. Самая скорострельная модель с цветным жидкокристаллическим дисплеем. Замечательно печатает на разных видах бумаги, пленках, этикетках и оптических дисках. Работает практически с любой бумагой, плотностью от 64 до 300 грамм на квадратный метр. Печать одной стандартной цветной фотографии 10 на 15 сантиметров занимает всего 12 секунд. Есть даже кардридер, чтобы прямо с флешки распечатывать документы или фотографии. Простой и удобный девайс для домашней эксплуатации. SNPCH легко перезаправляется своими руками, ничего сложного. Главное не обляпаться, надевайте перчатки. Чернил хватает надолго, расход довольно экономный, так что печать обходится почти даром. Результат получается весьма достойным. Четкость высокая, цвета яркие, промежуточные оттенки передаются корректно. Выцветание происходит не слишком быстро. Критических замечаний в адрес Epson L810 только два. Это достаточно громоздкий размер для настольного принтера и отсутствие Wi-Fi в таком дорогом устройстве. А вы, мои дорогие подписчики, пожалуйста, заглядывайте в Telegram, там я тоже выкладываю интересные материалы на компьютерную тематику. Ссылка в описании. Зато Wi-Fi есть в более дешевом и компактном домашнем принтере Canon PIXMA G5040. Конструкция аппарата хорошо продумана, сразу запоминаешь что, кого, куда. И перезаправка чернил доставляет минимум хлопот. Причем этому принтеру не важно, какую именно краску в него залили. Авторизация по коду не требуется, пользуешься чем душе угодно. Правда, работает PIXMA G5040 помедленнее и погромче предыдущего варианта. Например, печать одной фотографии 10 на 15 занимает уже 45 секунд вместо 12. Но, по крайней мере, двусторонняя печать поддерживается, это ускоряет процесс. Также очень полезная окажется функция беспроводной печати и совместимость с мобильными телефонами, включая iPhone. Хотя в этом случае принтер становится задумчивым и реагирует на команды с задержкой. Других претензий к PIXMA G5040 в принципе нет. Печать без причины не прерывает, бумагу не жует, чернилами не плюется. Цветопередача в норме в черно-белый режим сам по себе не переключается, даже когда запас красок уже на исходе. Из проводных подключений доступно USB и RJ45. Модель чуть попроще – это Canon PIXMA G2040. Монохромный струйный домашний принтер-трансформер с Wi-Fi и поддержкой двусторонней печати. Оснащен сразу двумя лотками подачи бумаги в общей сложности на 350 листов. В комплекте с завода прилагается аж три банки черного красителя с суммарным ресурсом 18 тысяч оттисков. Неплохой стартовый набор, однако. Я такого еще не видел, при необходимости можно прицепить к принтеру цветной картридж и вуаля, на черно-белом принтере печатаешь в цвете. Достаточно интересная возможность, уверен, кому-нибудь обязательно пригодится, но рекомендуется побыстрее зарасходовать цветные чернила, после чего надо установить новый картридж либо защитный элемент на контакты. По скорости печати Pixma GM2040 выдает среднестатистические 7-13 листов. На один фотоснимок размером 10 на 15 сантиметров затрачивается 37 секунд. Для струйника так вообще нормальный результат. Есть специальный экономный режим работы, чтобы на ровном месте печатать больше, а чернил тратить меньше. Классная вещь. Epson L132 – самый легкий цветной принтер по невысокой цене. Весит всего 2,7 килограмма, поместится где угодно. Простой в обслуживании с дешевыми оригинальными расходниками. Почти бесплатным, если учитывать на сколько месяцев хватает одной заправки. Но весьма привередлив в отношении используемой бумаги. Слишком плотную может не подхватывать, а на слишком мягкой оставлять царапины и вмятины. На глянцевой особенно хорошо заметно. Поэтому нужно постараться найти подходящую бумагу, если собираетесь регулярно распечатывать фотографии на Epson L132. С ламондовской, как правило, все окей. Собственного Wi-Fi нет, однако принтер можно подсоединить к роутеру и печатать дистанционно с любого устройства. Лишь бы сам роутер поддерживал такую функцию. Скорость печати по-настоящему домашняя. Одна стандартная фотка вылезает за минуту с хвостиком. Дома же некуда торопиться. Ускорение возможно за счет снижения качества. Например, в режиме черновика вполне четкий текст выходит, как и при экономии чернил. Один из самых компактных принтеров рейтинга это Epson M1100. Идеальный выбор для тех, у кого совсем мало места на рабочем столе. Хоть и струйный, но по размерам почти соответствует лазерным принтерам. А за счет системы непрерывной подачи чернил расходы на заправку многократно снижаются, делая себестоимость печати буквально копеечной. Емкость для чернил на целых 120 мл. Во время работы Epson M1100 потребляет всего 13 Вт. Любопытно, что в комплекте к принтеру прилагается кабель питания и полный контейнер с черными чернилами, не просто пробник. Этого хватит на несколько тысяч отпечатков. Другие производители на таких мелочах иногда экономят. А тут и дешево, и с приятными бонусами. По скорости Epson печатает как пулемет 32 страницы текста в минуту или 15 изображений формата А4. Текст очень четкий получается, даже самым мелким шрифтом. Краска сохнет моментально, не размазывается от влаги и трения. Данная модель принимает только легкую бумагу плотностью от 64 до 90 грамм на квадратный метр. Печать фотографий не предусмотрена. Следующий бытовой цветной принтер с S&P-C это PIXMA G1411 от Canon. Недорогой, качественный и удобный в использовании, слегка замедленный в сравнении с ранее названными вариантами. Но по четкости печати не уступает более профессиональным моделям из фотосалонов, например. А ниже в рейтинге он расположился по той причине, что сразу из коробки им не воспользуешься. То есть к принтеру нельзя подключиться через Wi-Fi и комплект без кабеля, поэтому если у вас нет лишнего USB шнура, следует позаботиться об этом нюансе заранее. Но хоть чернила с завода залили, и на том спасибо, а на первые пару месяцев протестировать на гарантии хватит. Принтер четырехцветный, однако черный пигмент, к сожалению, не задействован в фотопечати. Canon тратит его только на текстовые документы. Применение чистого черного цвета при печати изображений очень положительно отразилось бы на контрастности и объемности картинки. Зато преимуществом PIXMA G1411 является демократичный ценник и крайне низкая себестоимость печати фотографий, документов и изображений на обычной бумаге. Очень легкий и тихий один из самых дешевых принтеров сегодняшней подборки это HP InkTank 115. Цветной позволяет печатать фотографии и эффективно расходует чернила. При активном домашнем использовании полного бака хватает в среднем на полгода. Увы, из коробки HP не может печатать картинки без полей, но обновление драйвера через интернет устраняет эту проблему. А для наилучшего качества печати изображений обязательно нужно выставлять максимальное разрешение. Тогда изображения и фотографии больших размеров будут совершенно без зернистости. Правда это медленный метод. Снижение разрешения повышает скорость печати, однако в результате пострадает четкость и все равно вышеназванные принтеры работают быстрее, чем HP InkTank 115. На него мой выбор пал только из-за цены. За свои деньги это довольно выгодное и практичное предложение с полноценным функционалом. Если бы еще по Wi-Fi умел подключаться вообще вне конкуренции был бы, но эта опция зарезервирована для более дорогих моделей и то не для всех. Ну вот и все друзья, спасибо что досмотрели наш новый топ лучших бытовых принтеров с СНПЧ. Если понравилось ставьте лайк, комментируйте, а также подписывайтесь и жмите на колокольчик. Напоминаю, что уточнить характеристики и узнать цены в своем регионе на любой принтер из рейтинга можно по ссылкам в описании. Впереди вас ждет еще много классных выпусков, следите за уведомлениями и до скорого!